вы знаете я понимаю людей знаю людей которые боятся говорить что это сетевой маркетинг есть такая проблема вы сидите думаете как же так намекнуть ему прозрачно что это сетевой маркетинг да не надо ничего намекивать в лоб ему детка это сетевой маркетинг это сетевой маркетинг и это круто и тебе это не нравится и почему тебе это не нравится то о чем я говорю с человеком в первые минуты 15 минут 10 минут на встрече это то почему есть негатив о сетевом маркетинге давайте разберемся потому что огромное количество людей которые пытаются что-то скрыть которые пытаются обмануть которые пытаются впарить продукт который непрофессионально работают огромное количество компаний которые по-разному заходили на этот рынок оставили огромное количество негатива скажите с какой-то индустрии было по-другому банки вспомните как начинали работать банки у нас в стране что было по-другому какое количество банков лопнуло прежде чем образовались банки серьезные что с биржами было по-другому какое количество бирж рухнула что с акциями облигациями с чем было по-другому с производством с фирмами с заводом с чем-то еще было по другому совсем всегда было так потому что рынок но и все только начинается когда она начинается она начинается урагана это называется время мутной воды вот точно Также у сетевого маркетинга было время в мутной воды. Я говорю открыто о негативе, я говорю о том, что люди не хотят предлагать, люди не хотят продавать, люди не хотят чего-то. Я говорю с человеком об альтернативах. Хорошо, если не это, то что? Что другое? Давай посмотрим, что ты найдешь работу, за которую тебе будут платить сколько? Вот смотрите, если вы зарабатываете 1000 евро в месяц, за год вы зарабатываете 12, за 10 лет вы зарабатываете 120. Если вы работаете 40 лет, то вы зарабатываете сколько? 500-600 тысяч? 700? Все? Ваша цена? Всей вашей жизни? Ну так давайте, может быть, вы достигнете возраста 20-летнего, дать вам сразу 700 тысяч и все, на погос, что зря-то кислород тратить. Земля перенаселена. Что ты можешь купить на эти 700 тысяч? Квартиру в своем городе, домик под городом, хорошую машинку и в принципе все, и это цена твоей жизни, но ведь ты большую часть этих денег просто съешь. Заплатишь за электричество, за воду, за газ. Сколько у тебя остается после твоей зарплаты? 100 долларов? 100 евро? За год ты копишь 1200 евро, за 10 лет ты скопишь 12 тысяч? 10-12 тысяч, за 40 лет 40-50 тысяч? Чемпион. Тебя ждет потрясающее будущее. Фантастика. Хорошо, не 50 тысяч. Хорошо, ты скопил 250 тысяч за всю жизнь. Дальше что поменялось? И как ты хочешь это поменять? Ты ждешь, что кто-то придет и изменит твою жизнь, этого не будет. Ты мне не веришь, посмотри на миллионы людей, которые ходят вокруг тебя. Никто не пришел. И никто не поменял им их жизнь в лучшую сторону. А все старались сделать только хуже. Так же будет с тобой. Почему? Потому что статистика. Какая альтернатива у тебя еще? Начать работать на себя? Да. Но это нужно говорить, когда тебе 15-16 лет. Пока ты не пошел в институт. Пока ты не выбрал профессию, у которой есть будущее. Лучше бы ты донтистом стал. Лечил бы зубы людям, хотя бы денег было больше. Да, работал бы по 20 часов в сутки, но хотя бы денег было больше. Но сейчас ты уже поздно об этом говорить. Бизнес? Ну тебе нужно 100-200 тысяч долларов для того, чтобы начать. Даже открыть маленький магазинчик. Вот в вашем доме можно на первом этаже сделать маленький магазинчик. Знаете, такие магазинчики есть, где можно купить сигареты, воду, колбасу, чай, сахар, хлеб. Ну, такие вещи, кефир, молоко, да. Такие вещи, которые человек, ну, не успел он после работы заскочить. Он заскочил в свой магазинчик и купил. У этих магазинчиков, как правило, хороший оборот. Но лучше этот магазинчик купить, а на первом этаже квартира под такой магазинчик будет стоить как раз порядка 100 тысяч долларов. Плюс вам нужны деньги в оборудовании, вам нужны деньги в продукты, в обороты и так далее. Вот и получается порядка 200 тысяч долларов, 6-8 миллионов рублей вам надо. Они у вас есть? Нету. А кто вам их даст? Банк. И у вас будет прибыль 10%, а процент по кредиту 17. Отличная идея. Где вы будете брать еще 7? Устроите на 7 работ жену, чтобы она работала и эти 7% покрывала в банк? Какие варианты у вас есть еще? Стать мега стар инвестором. Конечно, купите 10 квартир на Тверской и сдавайте их в аренду. Каждая квартира маленькая, двухкомнатная обойдется вам в миллион долларов. Сдавать можно в среднем за 4-5 тысяч долларов. 10 квартир 40-50 тысяч долларов в месяц. Прекрасно. Замечательно. Только вопрос в том, у вас есть 10 миллионов долларов? У вас есть 10 миллионов долларов? У вас их нет. Теперь, как вы собираетесь строить свою собственную жизнь? Вы понимаете в этот момент одну простую вещь? Все уже решено. Все уже за вас решено системой. Вы проживете всю свою собственную жизнь и ничего не поменяется. Ну, не для вас Монако, не для вас Ницца. Ну, можно сказать, ну, не так уж и хочется. А Лубка и Алушта тоже нормально. В Джубге тоже прикольно. Где-нибудь под Сочи тоже замечательно. Ребята, классно. Я во всех этих местах был, мне очень понравилось. Но поверьте мне, в жизни есть очень много вещей, мест хороших, куда можно поехать и провести время с пользой. Но это не для вас, забудьте. Не смотрите на дорогие ценники, не одевайте дорогие платья, хорошие костюмы, перестаньте кушать хорошую еду. Питайтесь чем-нибудь, где в колбасе 50% туалетной бумаги. Но это не для вас. Но если вы к этому готовы, морально, что все, вы заняли свой уровень, вам нужно просто немножко подождать. Это не будет простым путем, у вас будет огромное количество проблем, а потом вы сдохнете. И ваши родственники будут шокированы, потому что нужно будет собирать на похороны. Вы знаете, да, там кто-то умер и всегда собирают на похороны. Знаете? То есть мало того, что он умер, у них горе. Так им еще и проводить их не на что вообще в последнем будет. Вы выбираете сами. Или вы можете что-то поменять. Ну как? Какие альтернативы у вас есть, кроме сетевого маркетинга? И вот здесь человек, который вас слушает, он начинает понимать, что, блин, а что же мне делать-то? А оказывается, альтернативы-то нет. Если вы не родились в семье бизнесменов, если ваш папа или мама не занимает хороший пост где-то, если вы не суперталантливый человек, вот я не суперталантливый человек, я это очень хорошо понимаю, ну не умею я играть в хоккей. Понимаете? Ну если я сейчас начну вам играть на скрипке, у вас уши повянуты. Ну не могу я там как Коля Басков или Стас Михайлов скакать по сцене и петь. Ну не умею я кататься там на коньках, на фигурных. Ну не могу я как Шарапова играть в теннис. И список можно продолжать. Если вам сегодня 15-16 лет, то тогда вы можете, конечно, у вас вся жизнь впереди, вы можете сейчас начать очень много работы, для того чтобы учиться, для того чтобы получить хорошее образование. И когда вы закончите школу, вам нужно будет идти в институт. И чтобы поступить в институт, вам опять понадобится что? Деньги. И если у вас их нет, то обязательно есть в этом институте три каких-нибудь свободных места на бюджете, на который конкурс 300 человек. И вот здесь вам опять придется быть очень сильно талантливым человеком. Для того чтобы из этих 300 выделиться так, чтобы попасть хотя бы на одно это место. Понимаете? Тупик. Опять тупик. Не надо фантазировать, мечтать надо, фантазировать не надо. Не надо пытаться придумать, что прилетят фиолетовые драконы и спасут нас от этого. Никто не прилетит. Только вы сами. Можете что-то поменять. И вот когда человек сидит напротив вас, и вы ему это говорите, вот, я занялся сетевым маркетингом. Почему? Когда я заканчивал школу, в последней четверти, я сел и понял, что мне нужно начинать жить. И я себе задал вопрос, а как жить? Я посчитал, что мне нужна квартира, где жить, мне нужна хотя бы какая-нибудь машина, пусть там четверка Жигулей, тройка Жигулей, неважно. Мне нужен какой-то маленький приусадебный участок, шесть соток, чтобы картошку, помидорки свои сажать, курей разводить, чтобы там зимой семью кормить. Я посчитал все в этой 12 листовой тетрадке, вплоть до розеток и штор. Я не поленился, в магазин сходил. Понимаете, не поленился. И когда я вывел сумму в своем маленьком городе в 40 тысяч долларов, что вот мне для того, чтобы обеспечить минимальный, качественный уровень жизни, иметь какую-нибудь машинку, иметь не супер большую квартиру, а какую-нибудь квартиру, иметь не супер дачный участок, а дачный участок, потому что, чтобы я с него кормился. Я понял, что мне надо порядка 40 тысяч долларов. Вот здесь я задал вопрос, что же делать-то? Куда идти-то? И, понимаете, ткнулся в один институт, во второй, в третий и понял, что нет, невозможно. Можно по военной кафедре пойти. Берут, берут с руками, но потом 8 лет в сапогах. Понимаете, 8 лет в сапогах. То есть, это сегодня я только бы закончил эту военную кафедру. Вдумайтесь. То есть, мне 34 года, и если бы мне повезло, то я только сегодня вышел бы, не имея ничего, отработав государству свое образование. И только сейчас начал бы, что? Свою жизнь. Вы знаете, я очень благодарен, что я познакомился с сетевым маркетингом. Я очень благодарен своим родителям, что они привели меня в эту индустрию. Потому что сегодня мне 34 года, и слава тебе, Господи, я успешный человек. это благодаря сетевому маркетингу и моим родителям. Но если бы я пошел на военную кафедру, я только сегодня бы вышел, не имея ничего. И только сейчас начинал бы жить. Классно. И вот когда я вот это все осознал, я был в шоке. Потому что я понял, что шансов немного. И через неделю меня познакомили с сетевым маркетингом. Да я зубами за эту идею ухватился. Зубами. Потому что я понял, что ну нет у меня шансов по-другому. Ну нет возможности. Конечно, если вам повезло, такой процент людей есть. Вы живете в богатой семье, уже кто-то впереди вас дорожку проторил. Продолжайте, развивайте семейный бизнес, вкладывайте себя, двигайтесь. Но в большинстве случаев то это не так. И когда я говорю об индустрии сетевого маркетинга, я человека спрашиваю потом, и что ты будешь делать? У тебя есть другие варианты? Предложи, я послушаю. Давай. Принцип пионерии. Отвергаешь, предлагаешь. Сетевой маркетинг не для тебя. А что для тебя? А что для тебя? Зайка, а для тебя в этой жизни больше ничего нет. Все. Ты ж не кум королю и не племянник министру. Значит все. Будь любезен, знай свое место. Так всегда было. Спросите у бабушек, дедушек, что-то новое сейчас, я вам сказал. Нет. Так же было при Советском Союзе. Не безусловно, люди ходили, работяги имели работу, но по большому счету все было точно так же. Потому что, чтобы купить машину, надо встать в очередь, а чтобы встать в очередь, нужно блат. Чтобы купить холодильник, надо встать в очередь, чтобы купить холодильник, надо блат. Чтобы купить стенку в гостиную, нужно встать на очередь, а чтобы встать на очередь, нужен блат. И поэтому у одних было все, а у других не было ничего, кроме хорошей зарплаты, которую можно потратить только на еду и выпивку. И то не всегда еще и на выпивку. И не всегда еще на качественную еду. Но хорошая новость в том, что есть индустрия, которая дает возможность любому человеку стартовать и преуспеть. Именно поэтому в ней во всем мире миллионы людей. И 95%, если не больше, пришло в эту индустрию от безысходности. Вы делаете выбор. Если вы поговорите с человеком так об индустрии, и это основная тема. Вашей встречи. Все. У человека нет аргументов. Против лома нет приема, если нет другого лома. А у него лома нет.